Добрый день! В этом видео я хотела вам показать еще один способ прошивки длинных узких листьев. Это и способ прошивки, и одновременно способ увеличения ширины листа книзу и уменьшения этой ширины кверху. Это как бы дополнение к прошлому видео о длинных узких листьях, о том как их сплести и как их прошить. К этому варианту я пришла, когда пыталась сделать более плавный переход от широкой части к узкой. То есть если мы сделаем обычные возвраты, как мы делаем это всегда, то есть мы доходим до нужной бисеринки, возвращаемся, то здесь у нас добавляется еще один как бы лишний ряд, и это сильно утолщает, сильно расширяет наш лист. А мне нужен был именно вот такой плавный переход от широкого к узкому, поэтому я решила использовать способ одновременно плетения и прошивки. То есть я проплетала дугу, прошивала лист и возвращалась вниз. Проплетала снова, делала еще одну прошивку уже расширяющегося листа и возвращалась. И таким образом я сделала вот таких 6 как бы возвратов прошивок, и получился вот такой лист. Сейчас мы с вами сплетем вот такой лист, он более широкий кверху, и внизу он по ширине точно такой же. Вы же можете во время плетения остановиться на любом этапе, то есть сделать только один возврат и далее прошить обычным способом. Можете сделать как я, можно здесь добавить еще несколько таких возвратов с прошивкой, тогда лист книзу станет еще шире. Также я вам далее расскажу об особенностях использования проволоки, то есть в сравнении, если мы будем использовать более толстую проволоку и более тонкую, и также о том, что лист должен все-таки очень хорошо держать форму, поэтому его основание мне больше нравится плести более толстой проволочкой, и далее вы все увидите. Теперь о материалах для основы этого листа. Я использовала пчеловодческую стальную проволочку длиною примерно 20 см на конце с петелькой. Все точно так же, как и в прошлом видео про узкий длинный лист. И сюда у меня ушло 2 метра проволоки. Метра проволоки 0,5, либо 0,4 сечения. И уже на возвраты 0,2 проволочка. И сейчас приступим к плетению таких листьев. Так как в прошлом видео я уже показала вам вариант плетения такого длинного узкого листа, то в этом видео покажу вам только еще один из вариантов прошивки, о котором я вам рассказала. То есть плетем такой лист обычным способом. Здесь на ось я набирала 12 см бисера. Проволока у меня была с течением 0,4 мм. 1 метр проволоки его как раз хватило для того, чтобы сделать 3 пары дуг. Заостренный верх. Здесь внизу я делала изнаночным плетением, а вверху лицевым. Основа листа может быть совершенно любая, которая вам нужна для создания вашей композиции. То есть это может быть узкий лист, состоящий всего из двух пар дуг, как в этом случае. Либо более широкий. И есть еще у меня здесь вот вариант такой небольшой. из одной пары дуг. И здесь я хотела вам показать именно разницу в проволоке. То есть и вот эту основу я плела 0,4 проволочкой. И вот эту дополнительную прошивку я делала тоже такой же проволокой. Очень видно, сильно заметно эту проволоку. Это не очень красиво смотрится. И с лицевой стороны тоже ее очень хорошо видно. Если сравнить с листом, который я делала прошивку тонкой 0,2 проволочкой, то здесь мы прошивку не видим совершенно. Лист смотрится полностью однородным, без каких-либо дополнительных конструкций. И только с изнаночной стороны мы можем увидеть эту прошивку. Поэтому основную часть листа я плету более толстой проволокой, желательно 0,5, так как для все-таки длинных таких листьев нужна проволочка очень упругая. И уже затем добавляю нужное количество рядов, используя тонкую 0,2 проволочку. То есть она у нас служит и в качестве добавления ряда, и в качестве прошивки одновременно. Итак, фиксируем уже тонкую проволоку, с учетом того, как у вас здесь низ оформлен. Либо это изнаночная, либо лицевая сторона. У меня это изнаночная сторона, поэтому я фиксирую проволочку. И сейчас мне сюда нужно набрать бисер до того места, в котором я собираюсь делать прошивку. Первая прошивка у меня будет проходить примерно на расстоянии 2 см от верхушки листика. Вот эта проволочка тонкая у меня длиной 1 метр. Посмотрим, насколько нам хватит вот как раз на эту прошивку. Работать такой проволочкой очень неудобно, но несмотря на это, так как мы ее впоследствии будем также прошивать, все выровнится и будет достаточно хорошо смотреться. Зато мы сделаем очень аккуратную и незаметную прошивку. То есть внизу, начиная с нижней части листа, постепенно выравниваем дугу вдоль всего листа. И в том месте, где мы собираемся делать прошивку, убираем лишний бисер. И теперь нам нужно зацепиться этой проволочкой после той бисеринки, которую мы себе заметили. Для того, чтобы начать с этого места прошивку, и как раз мы поступаем, как и в варианте с листьями, когда мы делаем возвраты. То есть нам нужно зацепиться за крайнюю дугу. Если проволочка у вас длинная и неудобно ей работать, можно просто вот сложить так пополам и вытягивать уже остаток. Итак, мы зацепляемся между теми бисеринками, которую мы приготовили себе. Выводим проволочку в бок и сразу в сторону прошивки. Еще раз проверяем, чтобы дуга шла ровно по краю листа. И, как вы уже догадались, начинаем прошивку прямо этой же проволочкой, которой мы только что зацепились за край листа. Прошивку делаю я с изнаночной стороны. У меня изнаночная сторона там, где изнанка на верхушке. Соответственно, я теперь прошиваю обычным способом, как и в прошлой прошивке длинных узких листьев. То есть, теперь зацепляюсь за следующую дугу. Вывожу проволочку. И таким образом я сейчас прошью весь этот листик. Здесь у нас пока все свободно, потому что здесь ничего не прошито. И впоследствии мы все это прошьем дальше. Итак, я сейчас прошью до конца этот листик. В данном случае минус только один. Один в том, что проволочка, которую мы прошиваем, она достаточно длинная. Я взяла один метр. Поэтому нужно немножко привыкнуть и не путаться в ней. Но зато мы добьемся того, что листик будет постепенно расширяться кверху. И я прошиваю последний ряд, последнюю дугу в этом листике. И выводим проволочку в сторону. Здесь мы проволочку не обрезаем, а набираем на нее бисер, таким образом, чтобы нам вернуться снова к основе листа. Набранный бисер подтягиваем весь сюда к началу нашей новой дуги. Здесь держим его в натяжении, чтобы все здесь ровненько сделать. И так как это у нас изнаночная сторона, заводим с этой стороны листа и делаем оборот. Сделали оборот. И далее можем снова подняться до нужной нам высоты листа и также сделать прошивку. Можем подниматься не до самого верха, если по задумке ваш лист начинает расширяться далее, например, с середины. А здесь уже потом просто отдельную прошивку сделать. Либо, как в этом случае, я здесь спускалась каждый раз на 1,5-2 см и делала новую прошивку. То есть сейчас мы конкретно в этом случае поднимемся вот до этого места, то есть ниже примерно сантиметра на 2 и я сделаю прошивку уже полностью всех дуг вместе. Соответственно, вы можете оставить лист в таком виде, если вы собирались только немного его здесь расширить, начиная спускаться от верхнего края. Если вы хотите расширить его еще более вниз, как в этом случае, то так и продолжайте спускаться вниз. То есть сейчас немножко мы его расширим с вами вместе. Вот у меня набран бисер примерно на 2-2,5 см ниже по уровню. Я здесь вот все выравниваю, поднимаюсь кверху, смотрю, в каком месте я буду закрепляться вот в этом месте и закрепляемся. вот изнаночная сторона. Здесь я сейчас буду делать прошивку. То есть я сшиваю вместе все дуги, включая те, которые образовались у нас в момент совместной прошивки и плетения. выравниваем все и прошиваем всю ширину листа. Я сделала прошивку по всей ширине листа. Проволочка у меня находится здесь сбоку. И сейчас я наберу бисер, чтобы вернуться снова к основанию листа. То есть у нас получается уже 2 таких как бы ступеньки, 2 возврата. Но возвраты не такие явные, как в плетении полностью возвратов, когда мы выводим проволочку и возвращаемся снова, а такие небольшие, всего лишь из одного ряда. И как мы видим, работая тоненькой проволочкой, вот эти прошивки практически не видны, так как она не сильно раздвигает бисеринки. Она очень тонкая по сравнению с более толстой проволочкой. Натягиваем проволоку с бисером вдоль всего листа, направляя вниз. И здесь снова делаем фиксацию у основания листика. Выводим проволочку в сторону. Далее поступайте уже по своему желанию. Либо проволочку фиксируете до конца по ножке и отрезаете ее. И далее прошивку делаете обычным способом. Либо продолжаете наращивать ширину листа. Я продолжу наращивать ширину листа, пока мне хватает еще длины моей проволочки. Напомню, она у меня была метр. Итак, я прошила еще раз. И мы уже видим, как вот эта бесформенная масса бисера превращается, выравниваясь в ровный, красивый, аккуратный листик. И смотрим, нужно ли нам добавлять еще следующий ряд. Но перед этим вернемся к основанию, набрав нужное количество бисера. И что еще хотелось сказать по поводу набора бисера. Очень часто при наборе именно на такую тоненькую, мягкую проволочку, проволочка начинает сгибаться. То есть, если я сильно опущу в спиннер с насыпанным бисером проволочку, то она просто отгибается вот так, и бисер на нее не насаживается. При работе с такими тонкими проволочками нужно ее держать как бы по самой поверхности. То есть, скользить слегка по поверхности бисера, и тогда он будет набираться и не будет отгибать проволоку. Вот так, совсем слегка касаясь. Не утапливать его сразу вглубь бисера, а вот так. То есть, когда крутится спиннер, уже слегка опускать проволочку до того момента, как она коснется к бисеру. И тогда набирать становится легко. Смотрим. Расправляем дугу и оборачиваем вокруг основания. Можно остановиться на этом моменте и прошить лист до конца. Я попробую еще, пока мне проволочки хватает. Для того, чтобы понять, хватает ли вам проволочки, нужно примерить до места прошивки, провести по всей ширине листа, добавить еще одну ширину листа и вернуться вниз. И посмотреть, проволочки, если хватает, то можно смело делать еще один ряд. Выравниваю и останавливаюсь в месте будущей прошивки. Убираю лишнее. И фиксирую проволочку между нужными мне бисеринками, подтягивая. Вывожу в сторону и сразу на заднюю часть листа для прошивки. Выполняю прошивку по всей ширине. Я прошила по ширине листика и теперь я вернусь к основанию листа. И на этом я уже закончу делать эти возвраты, так как проволочки мне уже не хватит. То есть этой проволочки метра мне хватило, чтобы сделать вот эти четыре выступа. Я возвращаюсь к основанию. Я хочу убавить на одну бисеринку для того, чтобы лист как бы начал уже сам по себе скругляться. То есть я начну уменьшать его форму, чтобы легче было потом сформировать вот такую похожую лодочку. И проволочку я просто оберну оставшуюся вокруг основанию листа. И я хочу сделать прошивку здесь более такую твердую, чтобы все хорошо держалось, так как вот уже эти части здесь достаточно из мягкой проволочки. Я просто сделаю прошивку вот так в двух местах еще и покажу вам результат. Прошивку я буду делать обычным способом этой проволочкой, которую я уже только что и плела и прошивала. И покажу вам уже готовый вариант. Отступив примерно полтора-два сантиметра, я начинаю прошивку. Прошивать я буду не от центра к краям, а от краешка до следующего края. Я прошила лист до конца, вот эти две прошивки. И лист у нас получился вот такой, широкий внизу, зауженный кверху, но вот эти переходы, они получились достаточно плавными. Вот, например, в этом листе мы можем посмотреть. То есть, переход очень ровный, без лишней ширины. Но если мы посмотрим на лист вот в таком виде, в прямом, он кажется нам таким достаточно невзрачным и непонятно, что мы хотим изобразить. Поэтому формирование листа играет здесь очень большую роль. То есть, мы можем придать ему форму. Можно его сложить по центру вдоль и, например, отогнуть его верхнюю часть. Верхушка будет также загнута. Здесь уже начинается изгиб вовнутрь. То есть, такой красивой лодочкой. и вот лист уже приобрел совершенно другой вид. Такой лист уже больше похож на лист тюльпана, но такой более с более равномерным переходом. И, соответственно, здесь мы можем по краю ему тоже придать какие-то изгибы, какую-то волну. лист становится более живым. Посильнее можно его изогнуть. оставив вот этот изгиб как бы направленный лист внутрь. Если соединить между собой несколько, то будет красивое дополнение к композиции. Как я вам уже показывала, это могут быть маленькие листики узкие, но, конечно же, прошитые более тонко аккуратной проволочкой. И, используя такой вариант, мы можем выполнить сразу две цели. Это постепенное сужение листа к его верхней части, не сильное, а вот именно такое постепенное, и плюс еще одновременно сделав прошивку. Надеюсь, такой вариант плетения прошивки будет вам полезен и пригодится в создании ваших композиций либо букетов. Спасибо за внимание, желаю успехов! подогнал «Симон»! Субтитры